Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. В Волгограде 17 апреля ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Вера Семенова. Об этом сообщили в Волгоградском молодежном театре. Популярной актрисой не стала на 93-м году жизни. Вера Павловна работала в Волгоградском молодежном театре с 1 марта 2013 года. Она исполняла роли Малу в спектакле «Мой век», графине в спектакле «Тройка семеркатус» или «Пиковая дама» и Даша в старости в спектакле «Синий платочек» напоминают в молодежке. Вера Павловна была единственной в ЮФО действующей актрисой в таком почетном возрасте, в этом году ей бы исполнилось 93 года. Ее жизнь оказалась полностью уданной театру. Студия при Новосибирском театре «Красный факел», работа в театрах Томска, Орджоникидзе, Волгограда, педагогическая деятельность, более тысячи лекций концертов от общества знания, литературно-музыкальные композиции, создаваемые и читаемые ею на конкурсе «Сталинград. Город героев», множество профессиональных и ведомственных наград. Вера Павловна Семенова-Клочкова родилась 26 сентября 1928 года в Ленинграде к семье музыканта и дирижера Павла Васильевича Клочкова. В 1962 году переехала с семьей в Волгоград. С этого времени начала работу в Волгоградском государственном драматическом театре имени Горького, позднее в НЭТИ и Волгоградском молодежном театре. В 1982 году удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. В 2018 году указом президента Российской Федерации за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность Вера Павловна была награждена медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени. Прощание с Верой Семеновой состоится 20 апреля в 10.30 на Димитровском кладбище. В Москве скончалась советская, российская актриса кино, театра и ТВ, театральный деятель Наталья Гущина. Артистка умерла еще 26 марта, но известно об этом стало только сейчас. Информация о кончине Гущиной размещена на портале Кинодефис Театр.ру. Наталья Евгеньевна Гущина, Езепова, родилась 1 февраля 1952 года в Москве. В 1973 окончила школу-студию МХАТ, в 1973-77 служила актрисой в театре имени Ленинского комсомола «Ленкоми». С 1995 года преподавала дисциплину «Сценическая речь» в колледже музыкально-театрального искусства имени Вишневской. С 1995 года была директором Московского драматического театра «Триединство». Сниматься начало в 1969-м, обвиняется в убийстве, Динов был настоящим трубачом, Шуров не отдавай королеву, Лиза в вас ожидает гражданка Никонорова, Соль земли, штормовое предупреждение, сержант милиции Наташа в двойном обгоне Гордона, ряд фильмов-спектаклей. Британская актриса театра, кино и ТВ Хелен Макрори, нарцисса Малфа из саги о Гарри Поттере, умерла 16 апреля на 1953 году жизни. Об этом в Твиттер сообщил муж Хелен, актер Дэмиен Льюис. По словам вдовца, Макрори отошла в окружении семьи и близких. Причиной смерти актрисы стал рак. Хелен Элизабет Макрори родилась 17 августа 1968 года в Лондоне. Популярность снискала как актриса классических постановок в основном по Чехову и Шекспиру. На экранах с начала 90-х, «Фламандская доска», интервью с вампиром, Анна Каренина 2000-го, главная роль, «Граф Монте-Кристо 2002-го», Казанова, Джей Ностин, «Доктор Кто» 007, координаты Skyfall, «Мадам Кали из страшных сказок», Поли Грей из острых козырьков, «Темные начала», всего более 70 проектов. Лауреат и номинант ряда премий. Актер кино и театра, народный артист Узбекистана Мирза Азизов, скончался в возрасте 58 лет 16 апреля. Об этом сообщает Самаркандский вестник. В Минкульте страны уточнили, что причиной смерти директора театра драмы и комедии имени Мукимии стала коронавирусная инфекция. Мирза Азизов родился актер 22 мая 1963 года в Чустино-Манганской области, в творческой семье. В 1987 окончил актерский факультет в Институте искусств, вскоре стяжав славу как артист музыкального театра. Активно снимался в кино «Моргиана», «Шайтанат», «Царство бесов», «Любовные испытания», «На краю стою», «Анора», «Господин охранник», «Заблудившиеся», «Связанные судьбы», «Назира», «Криминальная картина Эдуарда Тополя», «На краю стою», «Главный бандит», «Другие». Легендарный гитарист и автор песен Расти Янг скончался в возрасте 75 лет в своем доме в Миссури 14 апреля. Об этом сообщил Дедлайн со ссылкой на подтверждение от представителя музыканта. Причина смерти – сердечный приступ. Норман Рассел Янг родился 23 февраля 1946 в Калифорнии. В 1968 выступил сооснователем группы «Пока», созданный гитаристом и вокалистом Ричи Фьюреем, Баффало Спрингфилд и басистом Джимом Миссиной. Дебютный альбом «Коллектив» выпустил в 1969. Через какое-то время другие отцы-основатели ушли, и Янг стал фронтменом. Причем, как отмечают аналитики, именно на данный период пришелся расцвет «Пока». Кроме того, Янг – автор главного хита группы Crazy Love. «Пока» с Янгом продолжили давать концерты, вплоть до марта прошлого года, то есть до вызванных пандемией ограничений. Советская, российская актриса кино, театра и ТВ Светлана Алексеева скончалась 13 апреля. Об этом сообщает портал Кино Дефис Театр.ру. Светлана Владимировна Алексеева родилась 24 февраля 1938 года. В 1959 окончила ГИТИС. Среди ее однокурсников был Александр Демьяненко. В том же году влилась в труппу театра имени Гоголя. Экранный дебют «Здравствуйте, дети», 1962 год. Далее, следствие ведут знатоки, под знаком креста, мелочи жизни, территория, записки экспедитора тайной канцелярии, другие. Прославленная и крайне плодовитая венгерская актриса Мария Теречек, лауреат ряда «Наград», скончалась 16 апреля в возрасте 85 лет. Об этом сообщает HVG. Причина смерти не названа. При этом ресурс напоминает, что в 2008 во время планового обследования случился инцидент, у Марии остановилось сердце, она впала в кому, пережила клиническую смерть, но выжила. После чего решила бросить курить. Теречек родилась в 1935 году. Училась в Академии театра и кино в Будапеште. Еще студенткой в 1955 дебютировала в ленте «Залтана фабрика Русель», принесшей юной актрисе всемирную известность. Плюс советскому зрителю хорошо известны ее картины «Железный цветок», «Три звезды», «Сорванец», «Карточный домик», «Отелла в Дюлахазе». В 1976 Мария получила приз, за лучшую женскую роль Каннского МКФ, за госпожу Дери. Всего в фильмографии актрисы без малого 180 сериалов и фильмов, последний из которых вышел в прошлом году.